На этой неделе следователи ФСБ нагрянули в санаторий Красноусольский. Ну и вовсе не поправить здоровье, а интересовала их хозяйственная деятельность санатория в период управления здравницей господина Волкова. Евгений Волков был директором этого санатория, пока не заделался головой Стерльтамагского района. Этот талантливый управленец в свои 33 года при полном отсутствии медицинского образования ловко управлялся санаторием настолько, что теперь у чекистов возникли обоснованные основания и опасения в законности некоторых действий и операций господина Волкова. Самого же Евгения Волкова принято считать ставленником Романа Реброва, того самого руководителя управделами Хабирова, вот этого самого Романа Реброва, который так ловко закупает, например, пиксельные елки из Красногорска. Ну, чего уж там удивляться, что после того, как Ребров продвинул господин Волкова на кресло директора санатория Красноусольского, сам Ребров и его тусовка друзья, товарищи и подружки практически не вылазили из этого санатория, проводя там замечательное время. Дорогие вина, коньяки и виски лились рекой, закупались всевозможные деликатесы. Вот сейчас следователи выясняют, за чей счет все это происходило, насколько законно все это было, ну и много еще других хозяйственных операций санатория Красноусольского будут подвергнуты контролю. Аналитики считают, что подобное влияние и внимание сотрудников ФСБ к одному из ближайших соратников Радио Фаритовича, я имею ввиду Романа Реброва и его людей, связано с комплексом воздействия на Хабирова со стороны силовиков. Как известно, Роман Ребров является доверенным лицом Хабирова в самых щекотливых вопросах, касающихся лично Хабирова, его денег, его имущества и его интересов. Нынешний директор санатория Красноусольский Рамиль Бадридинов комментариев пока не дает, ну и будем дожидаться выводов ФСБ, если они вообще случатся, а то в последнее время действий много, а вот результатов не очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова